Полезное время на Радио Шансон До Нового года отправляется попариться в обязательном порядке А кто-то в рамках новогодних каникул будет принимать эти увлекательные процедуры Мы с Романом решили сегодня пригласить к нам в гости Особенного гостя Да, друзья, этот человек знает, как нам кажется, абсолютно все о банях Все секреты, по крайней мере, так мы считаем И его улыбка не дает никаких сомнений Итак, Антон Харченко, амбассадор и бренд-банщик сети российских бань Привет Да, здравствуйте Итак, что это такое бренд-банщик? Расскажи немножко о себе Ну, я являюсь амбассадором и бренд-банщиком всероссийской сети бань В том числе и мытищинских бань города Москвы Что такое амбассадор? Ну, это банщик, который в первую очередь разрабатывает авторские пары Вводит их в меню, презентует, ездит по России по всем комплексам Ну и непосредственно является пиар-компанией всей сети Подождите-ка, получается это такой композитор, да? Банжный композитор Да, 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 то есть он сочиняет вот эти вот все симфонии, да, пара и вообще процедуры Да, да, да Проведение мастер-классов непосредственно в комплексе Выезды по городам, где расположены наши бани Вот, и проведение мастер-классов и введение меню нового зимнего, весеннего, летнего Даже такая есть категория летняя, зимняя А чем они отличаются друг от друга? Ой, много чем Любовь отличается на самом деле ингредиентами, методикой, подачей Много чем отличается Но сейчас зима, что-то там витаминные наверняка есть Да, сейчас в приоритете цитрус, пихта, ель, кедр Так как сложившиеся ситуации в мире преобладает чеснок, хрен Это такая профилактика дыхательных путей Ингаляция, оздоровление, тонус, бодрость и все остальное Поль за бань это, я так понимаю, перепад температур, да? То есть поры открываются, организм... Ну, если мы говорим, да, конкретно о оздоровлении О оздоровлении, да, непосредственно пар влияет на пору Которая раскрывается, очищается И происходит разгон теплой крови И благодаря этому организм сам восстанавливается, да? То есть убивает все вредные токсины и омолаживается Ну и плюс еще получается, что мы дышим правильным воздухом, да? Правильными парами Веники там, вот которые мы... О которых еще Антон нам расскажет Какие лучше, для чего? Так что, друзья, если у вас есть вопросы 8-909-955-103-0 СМС, Ватсап, Вайбер Пишите, я напомню, что у нас в гостях Антон Харченко Человек, который, наверное, больше живет в банях, чем дома А вот об этом мы узнаем ровно через три минуты После того, как насладимся музыкальной паузой Рома, твой любимый трек, расскажи о нем Песня, которая прямо сейчас прозвучит в эфире Радио Шансон Это совместная работа Стаса Михайлова и Таисии Павали Что с тобой, как же я Если вы не знаете еще эту песню, ну тогда прибавьте громкость Радио Шансон сделает все возможное, чтобы вы ее полюбили Поехали Полезное время на Радио Шансон С профи говорим, друзья Около 10 лет в профессии За плечами более 15 программ индивидуального паренья Работал в Харькове, Киеве, Крыму, Сочи, Питере Но сейчас радует жителей столицы Если вы еще не знаете, если вы только что включили Радио Шансон Антон Харченко у нас в гостях Мы сегодня говорим о том, насколько волшебное воздействие на организм оказывает процедура бани Итак Начнем с вопроса Давай Я вас сначала порадую Поле чудес Поле чудес, да Люба, я знаю, что ты ходишь иногда в баню, но у тебя нет личной шапки Ну, есть такое, да И вот от Матичинских бани хочу сделать подарок Такая вот красивая шапочка Синенькая шапочка Да, может даже прям вот на наушнике вот так Да, да, и веничек Распаривать как его я тебе сейчас расскажу Вот, Роман, то же самое тебе А? Только не голубая А розовая? А, нет Смотри, у меня какая, уж, как шинель Подвоенная Ой, Роман, лови Оп, тоже веничек Спасибо Ну, все, все, мы теперь готовы к... А это дубовый, да, веник? Да, это дуб Дубовый, майский дуб Спасибо Спасибо большое, очень приятно Очень приятно Так, ну, что? Я растерялась, да, шапочка Мне кажется, мне вот прям придет Колокольчик Итак, как правильно начинать париться людям Которые хотят вести вот эту процедуру В обязательном порядке в свою жизнь Ну, на самом деле В большинстве случаев люди очень сильно боятся бань Да, начинать париться правильно Ввести в свой рацион этот очень полезный Ритуал Ритуал, да Почему? Потому что боятся горячего пара На самом деле Развивать в себе эту традицию нужно постепенно То есть Нужно посещать те бани общественные Или париться в тех банях Где температура парилки не превышает 60-65 градусов Для того, чтобы организм постепенно привыкал Кровь разогревалась постепенно Просто очень многие Назовем их так Столевары называют Да, люди, которые очень давно посещают баню Они привыкли уже там сразу С 80-100 градусов Да, то есть уже адаптировано тело Адаптировать человека Который начинает париться В такой температуре невозможно Это просто будет Самый главный принцип бани Это прогреть постепенно органы внутри Да, то есть все тело Кровь, органы Не обжечь кожу Как зачастую ошибаются наши Люди, которые начинают париться То есть там забежал на 5 минут Там аж парил кожу И все И считают, что попарился Поэтому начинать нужно постепенно Первое парение Это 10-15 минут Прогреться, выйти Обязательно посетить Теплый душ Для чего? Потому что когда происходит первое парение Раскрывается пора И из нее выходят Самые грязные токсины А парение это что? Ты просто посидел Или ты уже прям веником? Нет, нет Ни в коем случае Сразу вениками никто не парится Это конкретно Ты заходишь, расслабляешься Дышишь в тишине Восстанавливаешь ритм сердца Дышать нужно так Чтобы прям слушать свой пульс Сердце сначала будет Ну, в плане того Что будет происходить Наволноваться организм будет Естественная, как говорится Естественная защита организма Включаться, да То есть перепад температур Но потом постепенно Когда кровь прогревается Она начинает ходить По большому кругу тела И пульс восстанавливается И тогда уже ты можешь Спокойно лежать И кайфовать от пара Чтобы начать Антон, посоветую Значит, баня Потом есть сауна Хамам Вот с чего лучше? Ну, сауна Она, в принципе Это разные понятия Сауна это сухой воздух То есть это просто Зайти погреться Веники там неприменимы Пар там неприменим Это просто сухой воздух Хамам Я бы рассказал анекдот Придумали турки Вот, как говорил недавно Павел Воля Для того, чтобы расслабляться И только русский снимает крест Чтобы он в бане не расплавился Ну да Вот, баня Ну, наверное По-своему каждый элемент Который вы назвали роман Он по-своему полезен И сауна Дело в том, что есть люди Которые, в принципе Влажный воздух не переносят В силу определенных там Хронических заболеваний Ну, и им тяжело воспринимать пар Поэтому они больше склонны К сауне, да К сухому, горячему воздуху Там как раз температура Поднимается выше За счет того, что нет влажности Можно разогреться больше Вот Хамам Это Малые И до средней температуры И очень большая влажность В которую зачастую добавляется Тоже всякий арома Да, то есть это такой как Ингалятор Как мы в детстве дышали Ну да, да Капустой, картошкой Когда болели Вот Это ингалятор для всего тела Баня же Это Такая мощная Такая широкая культура И пара И арома И массажа веником И масел И там вот Предела просто нет Комплексные процедуры Да, процедуры Которые сейчас На сегодняшний день Если шагать В современность И ее развитие Порой даже не успеваешь Всего придумывают Что входит в обязанности Вот У тебя на работе Что человек делает Который банщиком является На самом деле Да Обязанности банщика Очень-очень широкие Как бы Люди привыкли понимать Что это просто человек Который машет вениками Там Но это стереотип Да, стереотип На самом деле В обязанности банщика Входит очень широкий спектр Это от уборки парной Сушки парной Подготовки ее Если это дровяная баня Это следить за печью Да Чтобы она Как всегда была в одном режиме Не погасла Подкидывать дрова Также Подготавливать Парную к парам И непосредственно Подготавливать Сами пары Есть же пары Индивидуальные Когда ты работаешь С вениками С одним человеком А есть пары Когда ты работаешь С аудиторией До ста человек Одновременно Находятся в парной Да И Подготовка к этим парам Тоже занимает Определенное время Это уборка Это сушка парной Вот И Непосредственно Проведение этого ритуала Пятнадцатиминутного Согревания Этих ста человек Сколько времени Должна занимать Такая традиционная Процедура От 10 до 15 Ну если это Общее Это от 10 до 15 Минут Если это Индивидуальное Там от 20 до часа То есть Если совмещать Со всеми СПА процедурами Начинается Спарение И пошло Пошло до Аквапланирования В бассейне Или там В купеле До часа И до полутора Доходит Аквапланирование Да Друзья Автомобилисты Прибавили громкость Особенно И газу Да Думаешь Что ж такое Аквапланирование Давайте расскажем Об этом Сразу после Небольшой музыкальной Даже Любе Под шапкой Тоже стало интересно Будьте в компании Радио Шансон 8 909 955 103 0 СМС Ватсап Вайбер Задавайте Антону Вопросы Если вы интересуетесь Банной культурой Если для вас Это что-то Что согревает Душу и тело Полезное время На Радио Шансон Ой, друзья Хорошее у нас время Антон Харченко В гостях у Шансона Прямо такие Дубовые ароматы У нас Ну, собственно Но с другой стороны Мы работаем Все, чтобы было Хорошо нашим Дорогим А ведь Если бы была у тебя Сейчас возможность Венчик запарить Ты бы, мне кажется Это вот прям В студии Радио Шансона Несите ведро Да, это мы уже После эфира Но нам занесли Если не ведро То вопросы Вопросы есть Пожалуйста Даст жару Она по сути Чисто древнерусская Настоящая баня Баня по черному И издавна Их сооружали На обрывах Рек или озер Вырубали Туннель В котором Растапливали Печь Топку Непосредственно В самом этом Туннеле Растапливали Обязательно Из бирюзовых Дров Для того Чтобы был Именно запах Дегтя Вот Ну и Заключалось Это все в том Что люди туда Заходили В этот туннель На обрыве реки И Как пирожки В печи Жарились Парились Прям возле Непосредственно Источника Тепла То есть Да На углях Вот Ну и Впоследствии Раскаленные Распаренные Выбегали И падали Сразу в речку Вот На сегодняшний день Очень многие Любители И ценители Данной Бани Строят бани Уже и со сруба Внутри Сруба Обмазывается Во-первых Обязательное Условие этой бани Что она топится Прям внутри Парной То есть Не внешне Выводится Да Сама Не в предбанник А непосредственно Источник огня Находится Прям в парной Вот Ну и Этот запах Дегтем Обмазывают Непосредственно Всю баню Для того Чтобы был Этот естественный Дегтевый Бирюзовый запах Вот Да Она очень полезна И Тете большой респект Что приучила Галина Приучила Да И действительно По статистике И с точки зрения Медицины Люди Которые Регулярно Парятся Они болеют Гораздо Меньше Вот Потому что Опять вернусь Прошлому ответу Что кровь Которая Греется И Правильно Когда человек Правильно Согревается Она убивает Все Вредные Микроэлементы Вот И Иммунитет Человека Гораздо Сильнее Чем Человека Который Не посещает Баню Сергей Пишет Говорит Почему в бане При использовании Веника Паром На самом деле Обжигающая Обжигающая Можно без названия Да Неважно Да В Москве Даже больше Лет 10 назад В которых снимали Снимался фильм С легким паром Сандуны Так Вот И там было Несколько разрядов И я еще был Тогда молодой Вообще Зеленый Неопытный Мало видел бань И Вот я зашел В один из этих Разрядов Да Ну то есть в парную Там все так Свободно Спокойно Все расслаблены Машутся веником Ну и я чуть дальше Смотрю Туда деды заходят Там такая дверь Это прям дедушки Такие вообще Прям чуть ли не с палочкой С такими веточками Ну думаю Сейчас туда к ним ворвусь Ну я врываюсь Там полный туман Ничего не видно Стоят эти деды Я от того Что только зашел туда Уже Ошалел Потому что Каждое движение там Это Подвергается Очень И они такими веточками Маленькими Себе вот так вот Машут Еще потому что Если там махнуть веником Там Все лягут сразу Можно обгореть Это называется Столевары Вот это называется Жесть То есть Моя личная рекомендация Я не сторонник Жесткой бани Вот Я сторонник Более мягких паров Продолжительных Для того чтобы Человек как можно Дольше подышал Всеми ароматами Прогрелся И внутри И снаружи Вот Но в конце Уже непосредственно Всех процедур И самого процесса парения Можно уже Когда разогретая кожа Тело Прошло все процедуры Раскрылась пора Почистилась Тогда уже можно дать Немножко Больше температуры Немножко больше воды Как говорится На камне Тогда уже И тело воспринимает По-другому И ты получаешь Уже совершенно другие ощущения Тебе не страшно Не больно И это приносит удовольствие А не дискомфорт Ну наверное раз в неделю Да надо ходить Вот так вот Да А это не часто раз в неделю Нет Вот специалисты послушай Самый раз Раз в неделю Хорошо Ну и Часто тоже не рекомендую Какой арсенал должен быть у тебя Вот Когда ты работаешь У меня У банщика Да Это у меня арсенал Это Веник мы видим Шапка И вся задняя Все задние кресла автомобиля Это все мой арсенал Ну Веники Разные виды скраба Фрукты Ягоды Веера То есть Ну раньше мы Знаете Там просто не разгоняли пар Сейчас Есть Веера Которые Да То есть очень много ингредиентов На самом деле Что и для чего Применяет Антон Друзья Мы узнаем очень скоро Ну а сейчас у нас Будет опять музыкальная пауза Вы пишите вопросы Время еще есть 8909-955-1030 Смс Ватсап Вайбер Если обожаете баню Если думаете Чем же отличается Березовый веник От дубового Какие назначения Ну тогда вот Добро пожаловать В полезное время На радио Шансон Полезное время На радио Шансон Нас с баней Ждет успех Дорогие друзья Антон Харченко Пришел к нам Человек который знает Про это искусство А я считаю Что это искусство Очень много Мы сегодня его Расспрашиваем Вот у меня вопрос Про веники Они есть Березовые Вот дубовые У нас сегодня здесь Можно еще Вот да Просто тут в догонку Тоже есть Про веник Про то что Жена Парится Супруга парится Хвойными породами Это нормально Да У тебя какой вопрос У меня вопрос Значит дуб Потом береза Липа Что выбирать И когда И для чего Кому И тут хвойные еще Да На самом деле На сегодняшний день Настолько разнообразное Прям вот меню Представлено По веникам По травам Которые применяются В бане Ну самым классическим И самым наверное Распространенным Это дубовый Ударный веник Который Ударный Ну он Самый плотный Из всех веников Он менее рассыпчивый И он чаще всего Конкретно применяется В ударной технике Банщиков Не ударяй Сейчас без веника По микрофону Вот Каждый веник По своему особенный Рассказать сейчас Явно не хватит нам эфира В любом случае Каждый из них Это Что происходит Во время парения Веником То есть Веник нагревается В первую очередь Он дает ингаляцию Запах В парной Каждый по своему Хвойный Бирюзовый Липовый И дубовый И непосредственно При контакте С телом человека Он выделяет на кожу Масла У каждого веника Свои свойства И в большей степени Даже многие болезни Лечатся разными вениками Кто-то там Дегтем бирюзовым Кто-то липой Парится только У кого-то может быть Раздражение На тот или иной веник Для девушек Ей прозвучал вопрос Хвоя Да Она очень полезна Ей полезно На ней Как и париться На ней дышать Да То есть Как на подушке Лежать На пихте На еле На кедре Так И потихонечку Ну попариться Вряд ли получится Почему Это колючки Все-таки Можно стерзать кожу Которая распаренная Она мягкая То есть Это мягкая пахала Такое Которым ты дышишь Ну и потихонечку Прикасаешься к телу Для того Чтобы масла От иголочек Тоже проникали В поры Насколько полезно Вот прыгать В прорубь В снег Как вот Разница температуры Это красиво Да Но насколько Это для организма Очень важно Правильно подготовиться К этому Потому что Это красиво Может закончиться Очень плохо Идет очень большой Перепад Температур Между парной И холодной водой Лично мои рекомендации Для людей Которые начинают Этим заниматься Нырять без головы Обязательно Почему? Потому что Сосуды в голове Очень близко Расположены К коже Они гораздо тоньше И гораздо хрупче Чем те Которые в теле И голову Лучше просто Омывать с ладошек То есть Мы погружаемся Всегда на выдохе Да То есть При погружении Нам не нужно замирать То есть Тело должно сразу Уйти в воду Без головы Обязательно дышать Потому что Когда мы Затаиваем дыхание Мы Прибиваем Ритм сердца Для организма Эти секунды Это просто шок Именно в эти секунды Погибает большинство Негативных бактерий От перепада То есть Бактерия Это такая Штука Она может адаптироваться Как к высокой температуре Так и к низкой Но она никогда Не адаптируется К перепаду резкому Вот И вот в этом процессе Когда ты погружаешься В купель В прорубь Или в холодную воду Обязательно нужно дышать На выдохе делать И не рекомендую Погружаться с головой Голову просто лучше омыть Все И сразу опять бежать В парную Греться Все друзья Будем готовиться С какого возраста Детям можно ходить В баню При какой температуре Есть вот еще одно сообщение В догонку к этому Роман написал Расскажи о посещении Бани детям Я думаю Будет интересно Лично мой сын В 13 лет уже сам Готовит свежий пар Конечно Под присмотром Жму руку И радиошансы Большой привет Ну на самом деле Вот в моей практике Да Самый маленький Младенец был 11 месяцев Ну что собой представляет Это парение То есть Это парение Мягенькое Легенькое С еле-еле Контактом Венечками Никакой поддачи Пара не должно быть Потому что Ну именно в этом возрасте В маленьком Можно привить Панический страх К пару К бане Вот Поэтому Все должно быть Очень мягко Нежно И смотреть за эмоциями Ребенка Если ребенок уже Видно Что он уже Негативно воспринимает Температуру Лучше уйти Ты сегодня с сыном пришел Ты сына приучил К бане Да Но это тоже был Такой длинный процесс Почему Потому что Он тоже сначала Боялся Сейчас он уже сам Мало того что заходит Он поднимается На самый верх Шесть лет им Тимур Да Седьмой год уже Шесть лет И вот Всю свою жизнь Он с папкой ходит В баню Наверное С годиков двух То есть он посещает Так осторожно Купаться любит в бассейне Но не в холодной воде Но опять таки Приучаю уже тоже Пока при выходе с парной Я его резко погружаю Без головы И достаю сразу То есть это такой перепад Который он полезный Ну слава богу Фу-фу-фу Ну у нас впереди Перепад в жизни многих россиян Новый год Январьские праздники Тут надо как-то понять Нам как вроде и банька Хочется застолье Обычно застолье Поели вкусно Выпили хорошо А потом по очереди Кто первый в бане Вот как с этим быть На голодный желудок Не на голодный желудок Что там с алкоголем Ну на самом деле Как бы париться правильно На голодный желудок Максимум что можно Применять в бане Это чай с медом Да там возможно Какие-то несложные фрукты Яблоки Можно немножко орехов Вот в перемешку с медом С чаем Алкоголь Ну категорически нет Потому что что происходит В процессе Что происходит в теле В организме человека Когда он парится Организм включает Естественный инстинкт Самосохранения И с помощью крови Сердце гоняя по большому кругу Кровь пытается тело охладить И добавляя лишних градусов В виде алкоголя Это может быть чревато Для сердечников И для Понятно что это не оградит многих Все равно все будут нырять Плавать Пить Есть Но если мы говорим За здоровую баню В которой мы оздоравливаемся То это в любом случае На голодный желудок И просто взять водички Больше пить воды Потому что пора отдает воду Соответственно с этой водой Выводит все токсины из организма Чем больше воды Мы предоставляем организму Чем больше выделяется пота Соответственно вымывается Все вредное и плохое Накопившееся Тело это фильтр Он забивается Его надо чистить Мне кажется энергетически Мы сегодня точно здесь Прошли определенную процедуру Он спешит быстро ответить на вопрос Полезны ли бани на луке Даже вот такие есть процедуры Божечки Слушайте на самом деле За всю свою практику на луке Я ни разу не пробовал Вот тебе ноу-хау Да Надо такой лайфхак Надо попробовать Я думаю что да Полезно Потому что на самом деле Лук сам по себе полезен Как овощ Для организма Множество раз делал Делаю и практикую Это чеснок Хрен Это да Безумно полезно Бери на вооружение Бери на вооружение Попробуй на луке И потом расскажи В своем инстаграме Да вот расскажи У меня есть свой блог в инстаграме Антон точка может Вот там я всегда отвечаю на все вопросы Там я транслирую все свои пары Все свои авторские работы Вот и скоро у меня будет свой ютуб канал Который будет так же называться В котором я буду плюс еще готовить Ох ты Может мы его позовем потом как повар Может быть Спасибо большое Что заглянул к нам в гости С наступающим тебя Новым годом Ну а мы Рома что Говорим Всем ровно С легким Да До завтра Друзья Антон Харченко был в гостях У Радио Шансон Человек который знает Очень много про Бани Мы говорим вам Хорошего вечера Роман Шахов Любаша Володина И все Прощаемся До четверга Все пока До свидания До свидания Полезное время На Радио Шансон